Приветствую вас. Вопрос касается интимной сферы, поэтому в этических соображениях я не буду как-то вдаваться в детали. Я могу сказать только в общих чертах и, собственно говоря, обращаюсь непосредственно к автору вопроса. В первую очередь вы сами отрицаете то, что то, чего вы хотите, это нормально. То есть, ну как бы сделали и сделали, условно говоря, захотелось вам чего-то, ну захотелось и захотелось. Но вы, и это вот то, что, на мой взгляд, бросается в глаза, как будто мы сами себе это отвергаете. Понимаете, какая штука? И какая здесь проблема? Как будто бы вам нужно, ну не знаю, одобрение человека на то, чтобы делать стопа. Дело в том, что вот это вот чувство вины, которое вы испытали, вероятнее всего, вот это чувство вины, оно, на мой взгляд, у вас было и раньше. Просто вы его не замечали. Ну вот, как-то, как-то не получалось у вас его замечать, скажем так. Так. И возможно, вполне возможно, что проблема здесь заключается в том, что, несмотря на то, что вы говорите, что вас все устраивает, все же устраивает, вероятно, не все. А может быть, устраивает все, а вот доверие между вами нет. И здесь, в этом смысле, крайне важно увидеть, каким образом это доверие формируется, присутствует ли оно вообще и так далее. С другой стороны, с другой стороны, и у вас, и у молодого человека, само собой, что довольно естественно, могут быть разные ценности. Могут быть разные взгляды на отношения, на интимное поведение, на разнообразие и так далее. Понимаете? Это нормально. Нормально, что подобная разница присутствует. То, что... Ну, то, что приемлемо для вас, а может быть неприемлемо для него, и наоборот. Это нормально, повторюсь. Но дело здесь немножко в другом. Дело в том, что если бы вы говорили об этом, если бы вы обсуждали это, то проблемы в таком случае не возникнут. Но вы об этом не говорили. И поэтому и для вас, и для мужчины стало неожиданностью то, что произошло. Всплыли некоторые проблемы, которые были у вас. Это вина за какие-то действия. Вот. Это ощущение того, что чего-то в интимной жизни вам может быть не хватает, а может быть просто у вас вот такие особенности, что повторюсь является нормальным. А у мужчины скрылись другие проблемы. Проблемы с самооценкой. Вот. Неуверенностью в себе. Проблемы в... Ну, в какой-то степени, да. Восприятие себя и вас в отношениях. Вот. Все эти вещи нормально. Не бывает людей, у которых нет проблем. В общем, об этом важно говорить. Важно это обсуждать. Важно говорить о том, ну вот, чего мне хочется. Важно говорить о том, что... Что мне нужно. Вот. Что я люблю и так далее. А если вы не говорите ничего, если человек оказывается перед тем, ну перед неожиданностью, неожиданностью для него самого, вот, то в этом случае возникает таких ситуаций, неприятных ситуаций. Я думаю, что говорить о примирении как таковом можно только если человек не извиняется, если нет вины. Тогда, на мой взгляд, можно говорить о примирении здоровом, равноправном и так далее. То есть, обратите внимание на то, как вы восприняли то, что молодой человек на вас обиделся. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как вы это восприняли. Если вы восприняли это со страхом, если вы восприняли это с виной, если вы восприняли это как-то еще, например, самобичевание появилось, то примирение будет для того, чтобы от этого чувства избавиться. Но оно же довольно легко может появиться в нас. Поэтому важно, чтобы это чувство не брало много власти Важно, чтобы это чувство вами не управляло. А значит, его нужно прожить и в нем разобраться. А человеку, которому вы, судя по всему, вообще никакого вреда не причинили, кроме особенностей его восприятия. Можно об этом и сказать, о том, чего вы хотели. Буквально, буквально, чего вы хотели. Вот, об этом можно человеку сказать и посмотреть, как он отреагирует на то, что вы просто чего-то хотели. И все, ни больше, ни меньше. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Надеюсь, что вы дадите обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Продолжение следует. Продолжение следует...